Всем привет! Я Воронков Дмитрий, и это обзор на электромотоцикл. Данный мотоцикл предоставлен мне компанией Melander SM, главный разработчик которой является Владимир Петров. Это одна из первых версий. Для меня собираться будет немного видоизмененная. Там дополнительные суппорта будет, садкей же, подрамник. Этот мотоцикл эксплуатировался до этого только на мотокроссовой трассе. Там он показывал хорошие результаты, ну, можно сказать, даже лучшие результаты, потому что он обижает все 250-кубовые, 450-кубовые мотоциклы. Ну и на трассе у него лучшее время. Хватает его порядка 40 минут режима газа в пол, а по гражданской эксплуатации его еще, кроме меня, никто не тестировал. Мы вот примерно часа полтора уже покатались, и в нем еще остался заряд. Заявленная мощность его превышает 45 киловатт. Предельная мощность, ну, ограничивается контроллером, потому что это просто небезопасно его выкручивать. Пока что на этом мотоцикле нет дополнительного охлаждения, если его раскручивать, то оно понадобится. Вот двигатель у нас, тут находится контроллер, и тут сменный блок с батареями, то есть они будут взаимозаменяться. Заряжается весь объем этих батарей порядка 3-х часов зарядкой на 2 киловатта. На данной цифровой панели можно отслеживать все параметры мотоцикла. Это рекуперационный задний тормоз, при нажатии на который тормозит двигатель. А это дополнительно я установил себе тормоз для того, чтобы не терять момента, то есть держать мотоцикл газ в пол и притормаживать. В стандарте здесь также присутствует и система торможения с помощью ноги, как на многих мотоциклах, что привычно. Помимо того, что тормоз здесь электронный есть на руле, так мы можем использовать и стандартный наш тормоз. Как видите, здесь нет лапки переключения передач, соответственно, здесь и нет коробки передач, и у мотоцикла получается одна длинная скорость. То есть он работает от минимального до большого значения открытия ручки газа. Этого диапазона на маленьких звездах ему хватает, чтобы разогнать мотоцикл до порядка 120-140 км в час. Провес этого мотоцикла, хочу сказать, что на ходу он практически не ощущается, а так он составляет порядка 140 кг. Что для мотоцикла с такой мощностью, с таким запасом хода, это хорошая цифра. Вообще мотоцикл бесшумный, но звук, который вы можете слышать, происходит из цепной передачи. В общем, вот такой вот у меня теперь мотоцикл. Я буду на нем кататься, тестировать его. У него просто необычная тяга, равномерный разгон. Он, можно сказать, что с маленькой скоростью, что с большой, может легко встать на заднее колесо. Мне нравится, что на этом мотоцикле я выгляжу незаметным. Многие скажут, что там, да, мотоцикл это безопасность. Но на нем я могу ездить по велодорожкам, по паркам, по тротуарам. Данный мотоцикл превышает 250 ватт, поэтому на него необходимо иметь права любой категории. Мне мотоцикл очень понравился. Я планирую на нем еще кататься. Для меня соберут измененную версию с доработками, которые мне необходимы. Если вам интересно смотреть его дальнейшую судьбу, подписывайтесь на мой инстаграм. Сант Хамстер. Всем пока. С вами был Дмитрий Воронков. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok